Мама купила рыбу сазан. Две такие рыбы она взяла. Сколько килограмм в общем вышло, мам, вот такие две рыбы? Килограмм-то 180 рублей. 180, да, рублей? И сколько вот эта рыба одна? Сколько килограмм? 950. 950 рублей отдала за две такие рыбы, да? Сейчас она вот очищает. Сегодня будет жареная рыбка. Мама хотела запечь в духовке, но мы захотели жареную. Я не хочу, я очень хочу поесть голову. Мне нравится рыбе голова. Интересно, сколько стоит Стамбул и сазан? Мам, ты, по-моему, спрашивала, там дороже, да? Здесь 180. Что интересно, там море и там дороже, да? Почему там дорогая рыба? У нас дешевле. О, какая ты дикзут, как ты хорошо очищаешь рыбу профессионально, как будто каждый день это делаешь. Мама разделала рыбу, сейчас она маринует адыгейской солью. Мам, что за адыгейская соль? Соль со специями. Чёрт, перец, кориада, чабер. Да, всё, всё прям готово. Да, чеснок. Запах хороший. Очень хороший слав. Прямо так и написано, да, на упаковке адыгейской соли? И сколько стоит, интересно, упаковка? Упаковка 30 рублей. Небольшая упаковка. Да? Мама решила адыгейской солью замариновать рыбку, не просто солью, но ещё со специями. А вот и голова. Твоя любимая голова. Да, я жду, когда она начнёт её жарить. Давай, мам, хорошо мне её замаринуй. Быстрее бы ты приступила к жарке. Сколько ты будешь замариновать? Сколько нужно ждать, чтобы она замаринувала? Да, 10 минут, полчаса. Рыбку всё, да, посолила? Да. Адыгейской солью. Ой, голова тоже. Да, да, посолила. Это моя часть. Мама приготовила рыбу, пожарила. Сделала морковный салат. Очень вкусный. Моя младшая сестра приехала с детьми. В общем, сейчас сядем обедать. Голова моя пожарилась. Сейчас я голову буду есть. Вот мой самый лакомный кусочек. Это рыбья голова. Я люблю рыбью голову. Вот мясо не очень люблю. Так, ветка я. В основном голову. Люблю шкурку рыбью. И вот эти вот плавники, да, не называются, мам? Как их называют? Здесь есть плавники? Или ты удалила? Когда их прям обжарят хорошо, эти хрустящие, да, мне нравятся. Ой, мам, приятного тебе аппетита. Спасибо тебе за такой вкусный обед. Не поленилась. Поехала, купила рыбу, привезла, почистила, нажарила. Машалла. Повезло мне? Всем ассаламу алейкум. Мы вышли на прогулку. Сейчас покажу вам наш район. Мой район, где я живу. Посмотрите, как здесь красиво. Столько зелени. Мы идем в торговый центр Грозный Сити, который находится в микрорайоне, недалеко от моего дома. Решили выгулить детей. Выгулить. Там есть детская площадка. Общежитие Милана видела? Видишь? Да, общежитие здесь открыли. Там, Милан, там колледж, да, у нас колледж и техникум. Техникум, да, тоже рядышком. Милана училась в этом колледже, сестра моя младшая. А? Она говорит, когда она ходила в колледж, еще только-только эти деревья саженцы, да, только посадили. Сейчас уже какие большие деревья. Не знаю, но мне кажется, живет там молодец. Я думаю, что приезжие, да. Потому что я видела иностранцев, темнокожих видела в микрорайоне. Мне кажется, они в этом общежитии живут. Не, наши местные рядом там живут. Да. Может, из сел, где ребята. Может быть, из сел, да, кто далеко живет. Старшие мальчики, вон, встретили кого-то знакомого. Что за парнишка? Старше их, в белой футболке. Да, с нашего двора, видимо, с ним идут. Я все это время сидела дома. Единственное место, куда я вышла, в люте, это была свадьба. Все, больше я никуда не ходила. И почему-то не было желания куда-то идти. У меня вообще-то было в планах поехать в горы, поснимать горы. В общем, не получилось, потому что там погода, ну, в общем, холодно. В горах было холодно, даже вот недавно я слышала, что там пошел снег. В общем, горы отменяются. А по городу почему-то у меня не было желания ходить. В общем, как я провела время в Грозном, так это я сидела целыми днями дома и смотрела телесериалы, турецкие сериалы. В общем, посмотрела великие сельчуки, все серии, жду новые серии. Посмотрела, досмотрела это основание Осман. Я как-то начинала смотреть. Потом из-за того, что в Стамбуле работа, из-за этого бросила. И вот сейчас выходные дома. И решила посмотреть пропущенные серии основания Осман. В общем, Османа посмотрела. Великие сельчуки. Кстати, Великие сельчуки очень интересный сериал. Вот так вот провожу я время в Грозном. А на следующей неделе мне уже нужно ехать в Стамбул. Мы едем с Мухаммадом, с моим сыном. Одни. Мама приедет позже, потому что у нее не получилось с работой. В общем, выходит она в отпуск только в середине июня. Поэтому мы пока едем вдвоем с Мухаммадом. А потом уже приедет мама чуть позже. Подъедет в Стамбул. В общем, думаю, ладно. Поскольку осталось всего лишь 6 дней, мне нужно немножко погулять, потустить. И здесь в Грозном хотя бы хоть куда-то, думаю, пойду. Вот сестра приехала к нам. И вот сегодня решили выйти. Хотя тоже, да, Милана, не особо было желание куда-то идти. Но ради детей, думаю, ладно, пойдем. Хорошо, что мы сегодня выбрались на прогулку. Мне очень нравится. Давно я не прогуливалась по микрорайону своему родному. Вот. Потом попозже, наверное, пойдем в парикмахерскую. Нужно подстричь моего сына. Он оброс, он не хочет стричься, вообще не хочет. Уговаривает меня, чтобы я оставила ему длинный волос. Он хочет стричься, ему нравится длинный. Хочет вот эту свою длинную челку. Постоянно ее вот так вот на глаза ее поправляет. Глаза закрывает. Я его ругаю. Говорю, убери челку с глаз. Все его, в общем, ругают. А сейчас он услышал, убрал челку. В общем, надо его подстричь. Хотя он очень не хочет, но придется. Пацану стричься, да, Мухаммад? Придется нам твою челку убрать. А то все ругают нас. Видите, здесь отсюда видно. Грозный сити, да? Это высотки, которые находятся в центре. Даже с микрорайона видно. Грозный сити, торговый центр. Новое кафе. Мы идем сюда. Что, вы на батут хотите, да? Да. Ну, пойдемте. Ладно. Когда-то я здесь работала. Было очень весело. Это было далеко-далеко в моей молодости. Это еще было до замужества. Да уж, хорошие воспоминания. Будешь, Милан, как я в Грозный сити работала? Вот весело было. У нас такой классный коллектив был. Всем привет еще раз. Вчера я не стала снимать подробно, как мы отдыхаем в Грозный сити, потому что мы не отдыхали, а отдыхали дети. В основном дети развлекались. Я думаю, вам не будет интересно смотреть на эти качельки, карусельки. Поэтому я не стала снимать. В общем, дети поиграли там, поразвлекались. Потом пошли, покушали фастфуды и приехали домой. Сейчас я еду на Беркат. Это рынок в Грозном. В общем, и там есть конечная остановка, где останавливаются автобусы из Москвы. Мне нужно забрать мамин паспорт. Мама хотела поехать к своей сестре в Болгарию. Ей было удобнее ехать из Стамбула в Болгарию, потому что там есть автобусы ежедневные, которые едут в Болгарию, 4 часа езды. Так вот, нужно было для этого открыть визу. Мамина сестра живет в Москве. И она взяла ее паспорт, когда она уезжала из Грозного в Москву, взяла паспорт для того, чтобы открыть визу. Для этого не нужно было находиться лично. Достаточно было только одного паспорта, поскольку мама гражданка России. Так вот, маме отказали визе, потому что, оказывается, она уроженка Чеченской Республики. И поэтому ей нужно находиться лично, чтобы открыть визу. В общем, уроженцам Дагестана и Чеченской Республики для того, чтобы открыть визу в Болгарию, нужно находиться лично, присутствовать лично. Для этого недостаточно только одного паспорта. Если остальным гражданам России достаточно только паспорта, то уроженцы Чеченской Республики и Дагестана должны находиться лично. В общем, обидно, досадно, ну ладно. Ну ничего, мама говорит, на следующий год поеду в Москву, открою визу и попаду к сестре в Болгарию. Мамина сестра живет в Москве, но у нее есть квартира в то ли район Солнечный Берег. В общем, одно из самых красивых мест Болгарии. Хорошо, можно было бы там отдохнуть с сестрой, но не получилось. Мамина сестра каждый год туда ездит, каждое лето. К сожалению, у мамы не получилось. Ну ничего. Ишелана в следующий год поедет. В общем, она передала ее паспорт через водителя автобуса. Мне нужно поехать забрать этот паспорт. Вот такие дела. Я вылетаю в Стамбул с сыном в конце мая. Вот уже на этой неделе. Сегодня понедельник, 22-е, по-моему, мая или 21-е. Короче, я вылетаю в конце недели с Мухаммадом. У мамы не получилось с нами ехать. Она едет только 11 июня в Стамбул. Вот. У нее не получилось работы. Я ждала ее, долго не покупала билет. Но когда уже выяснилось, что все-таки ей нужно остаться на работе, мы за три недели купили. За три недели вперед купили билет. И билет обошелся как бы дороговато. 18 тысяч с чем-то на одного человека. В общем, я отдала за двоих, за Мухаммада и за себя, 36 тысяч с копейками. Это без багажа. За три недели вперед мы покупали билет. Представьте, как выросли цены на билеты. Маме мы покупали билет. Получается, так получилось, что мы берем ей билет за месяц вперед. Она вылетает 11 июня. Мы взяли ей билет за 13 700. Мы еще утром смотрели, цены были 11 тысяч. И когда я уже после обеда села покупать ей билет, цена выросла до 13 700. В общем, выгоднее было покупать, конечно, пораньше. Но так получилось, что я купила позже. Ну ладно, ничего страшного. Самое главное, что купила. Иншалай, я попаду в Стамбуле. Иншалай, мы нормально долетим туда. Надеюсь, что все будет хорошо. Потому что, не знаю почему, каждый раз перед вылетом я всегда переживаю. С тех пор, как началась вот эта вот пандемия. И нету какой-то уверенности. Потому что было очень много отменов рейсов. Вот почему-то вот и после этого у меня всегда какой-то страх перед вылетом. Что не получится полететь. Я не знаю, всегда не страх, а переживаю. Всегда вот это чувство волнения, чувство тревоги у меня каждый раз перед вылетом. Никак не могу от этого избавиться. И вот мне кажется, что вот что-то может произойти. Короче, очень переживаю, надеюсь, что всё будет хорошо. И мы с Мухаммадом попадём в Стамбул. Потому что я уже не могу здесь сидеть без дела. Мне нужно работать, мне нужно начать опять развивать свою группу с детской одеждой. Ещё мне нужно закупить лекарства. Отправить нужно лекарства оттуда в Грозный. И очень много заказов. И я ещё хочу побольше закупить, чтобы было в наличии. Разбавить ассортимент, если вдруг будут заказы. Будем отправлять по миру. Не знаю сейчас, как с Европой, поскольку у нас санкции. И вряд ли почта работает, российская почта работает. Например, я очень часто отправляла лекарства для похудения. Отправляла во Францию, Германию, Дубай. И доходила посылка за две недели. Вот, из России. Ну, из Грозного, по крайней мере, очень быстро доходила посылка. А сейчас, поскольку вот это всё происходит, санкции, я думаю, вряд ли идёт почта, ну, из России почта вряд ли идёт в Европу. Сомневаюсь. Ну, пока что будем продавать лекарства только по странам СНГ. Вот. Будем отправлять почту, если кто-то живёт за пределами Чеченской Республики. А по Грозному доставка будет на дом. Будем отправлять через водителя такси. Яндекс.Курьер. Вот такие вот дела. Так что мне надо поскорее уже туда ехать. Мне надо поскорее закупить лекарства. Есть заказы. Отправить нужно оттуда сюда. Пока мама со мной там в Стамбуле, мне поможет с этим сестра моя. Она будет отправлять мои заказы. А как мама вернётся из Стамбула в Грозный, она будет помогать мне с отправками. Ну, она так обычно и делала. Мои лекарства, допустим, для похудения, она отправлялась всегда почтой. Она мне с этим помогала. Вот такие вот дела. Так что нужно работать. Я не могу так сейчас сидеть, сложа руки. Надо действовать. Нужно начинать работу. Вот так вот. Ну, всё. Сейчас вызову такси. Поеду на Беркатт. Заберу мамин паспорт. Потом мне нужно пойти на почту. Нужно отправить лекарства. Отправляю я лекарства в Екатеринбург. И потом уже домой. Нужно уже собираться, нужно готовиться. Завтра я иду к Ортодонту. Мне нужно поправить брекеты. Завтра с утра пойду к Ортодонту. Потом уже опять нужно сделать дома генеральную уборку. Освежу квартиру перед моим отъездом. Потом соберу вещи. Хотя у меня вещей нет. Надо с Мухаммада собрать. Ну, вот я уже и на Беркатте. А вот он, его автобус. Хотя это не автобус, это маршрутка. Это Колизей. Забрала я мамин паспорт. Тетя так аккуратно упаковала. Конвертик положила, заклеила конвертик. Такая молодец. Там столько посылок много. Он привез. Товар людям привез. Там люди стоят, разбирают. Так. Ну, я иду на почту. Ой, у меня посылка открылась. Мне нужно отправить заказ. Вон там главпочта. Потом побегу быстренько, куплю краску для волос. Интересно, у меня нет багажа. Смогу ли я провести краску? Там оксид будет? Нет, наверное, меня не пропустят. Наверное, заберут оксид. Потому что больше 50 миллиграмм, по-моему, нельзя провозить. Бутылочки различные. Я приехала домой. Мой сын меня во дворе ждал. Промок. Я когда уезжала, он с друзьями играл. Сейчас я его позвала, чтобы в магазин зашли. Узнаю, что он хочет с магазина. Давай скорее в магазин кладём. Дождь идёт. Так, мы в магазине. Смотрите, розовые помидоры. Они очень вкусные. Цена 170 рублей. Сейчас я хочу сделать салатик свежий с отварной картошкой. Ещё я люблю вот этот вот свежий молодой чеснок. Стоит 65 рублей. Я взяла три пучка. Короче, захотела свежего салата. Хочу вот такой чеснок покушать. Я вообще люблю чеснок. И отварную картошку сегодня на ужин. Так, потом, думаю, для Мухаммада он любит макароны с сыром. Надо им макароны взять, отварить с сыром. Макароны стоят спагетти. Вот, 84 рубля. Тут 55 такие. Ну вот мои покупки. В общем, вот эта вот краска Олин и оксид. Видите? Такой оксид 6% я беру. Олин стоит сейчас 280. Стоила 200 рублей. Подорожала на 80 рублей. Тушь тоже подорожала. Вот эта вот тушь. Мне очень нравится эта тушь. Сейчас 650 стоит. Брала я её по 400. На 250 рублей подорожала. Очень хорошая тушь. Удлиняет. Лесницы пушистые. Нет вот этого вот эффекта лапок паука. Красиво тушь красит. Мне нравится эта тушь. В общем, и взяла у одного старичка ручки. Мне его жалко стало. Почему-то захотелось купить. Они мне, в принципе, не нужны, эти ручки. Но мне захотелось у него купить. Вот эти две ручки у него купила. Ещё взяла вот эти вот две корейские бритвы. Одна штука стоит 200 рублей. Надеюсь, это оригинал. Обычно я всегда брала. В этом магазине ни разу ещё не подводила. Этот магазин всегда были хорошие. Оригинальные бритвы корейские. Надеюсь, сейчас то же самое. Очень долго можно ею пользоваться. Очень хорошая. Нет раздражения. И у меня были разные бритвы. Как самые дорогие, так и дешёвые. Разные-разные. Но это самое лучшее. Уже много лет я беру только вот эту корейскую бритву. Посмотрите. Ну, это, по-моему, мужская даже, если я не ошибаюсь. Но это самое лучшее. И даже когда в магазин вы зайдёте, спросите, девочки сразу начнут вам её хвалить. Потому что каждый раз, когда я покупаю у них эту бритву, они всегда начинают её хвалить, эту корейскую бритву. Этот магазин находится недалеко от торгового магазина «Поиск». Парфюмерный магазин там есть. В общем, напротив зоомагазина этот магазин находится парфюмерный. Вы, наверное, поймёте. Там, где «Поиск», потом зоомагазин. В общем, напротив зоомагазина есть парфюмерный магазин. Кто живёт в Грозовом, знает, поймёт, о каком магазине я говорю. В этом магазине, только в этом магазине есть эта корейская бритва. 200 рублей стоит, кто пользуется бритвой, возьмите его, не пожалеете Это очень-очень хорошая бритва, она не оставляет раздражения Прям супер четкая бритва, 200 рублей стоит В общем, вот такие покупки я сегодня сделала Встретилась со своей подругой, посмотрите, какая она красотка Я ее снимала, она уже ко мне приезжала в Стамбул Да, совсем последний раз, год мы заотвиделись Всем привет, у вас приезжайте в Грозный Она работает здесь по Путина, у нее есть свой кабинет Наверху, да, меди-профи, косметолог, эссет Короче, кто знает, где находится по пути медик-профи, правильно я говорю? В общем, она там работает, делает шугаринг, обращайтесь к ней После всех этих процедур, да, здесь можно будет рядышком погулять Посмотрите, тут как классно Хорошее местечко, Мадин, ты себе выбрала Я обязательно твой номер оставлю, вдруг кому понадобится, вот шугаринг она делает И в очень таком хорошем месте Со всех локаций можно сюда на маршрутке доехать, да? И студия у нас очень комфортная, удобная, уютная Маша, какая ты красотка стала, я ее сто лет не видела Она мне давно звонит, мы давно договаривались с ней увидеться И никак не получалось, я говорю, Мадин, нам легче с тобой в Стамбуле было встретиться, чем в Грозном Ничего, все еще впереди Да, Мула, да, Мула Так что в следующий раз ты уже приедешь ко мне в Стамбул Да, Мула Я планирую летом Да? Вот, приезжай, да, Мула Посмотрите, как здесь классненько, столько людей Красиво Ага, здесь, вот здесь они Это считается площадь Грозенская, да? Да, да Вот, ничего, в Сотове, там, в Сотове, в Сотове, в Грозный Мол, мы сейчас идем туда Да, в Грозный Мол пойдем Надо что-нибудь из одежды купить Я ходила на Беркатт, искала себе одежду, что-нибудь, ну, не знаю, ничего не нашла Мадин Ну, правда сказать, когда есть лишний вес, особо нет настроения что-то покупать Ты знаешь, да? Мадина похудела Молодцы, сколько скинула? 18 килограмм 18 килограмм Музин, как ты это сделала, скажи честно Закрыла рот, да? Закрыла рот, да Сейчас начала Вот мне надо рот закрыть И спортзал, да? Машала, какая ты молодец Респект и уважаю, Памадин Спасибо Клянусь, молодец, умничка Мне тоже надо закрыть рот и скинуть 10 килограмм Очень срочно Я хожу, то, что мне нравится, я знаю, что мне не подойдет Потому что уже талии-то нет Все И, короче, ничего себе не выбрало Сейчас думаю, может, Грозный Мол что-нибудь посмотрим Потому что уже лететь надо У меня ничего нового нет Ты в 28-го вылетаешь? 27-го Завтра А, уже завтра? Да Завтра лечем Не говори Мы с Мадинкой зашли в магазин И нам понравилась И вот эта юбка Классненькая юбка И недорогая, да? Сколько она стоит, я забыла? 3000 3000 Короче, эту юбку берем Но Мадина, я не хотела мерить Мадина меня заставила Говорит, иди и померь И, в общем, к ней подобрали вот эту рубашку 2,700, да? Она стоит Вот такая рубашка Или же вот эту блузку Нравится Короче, думаем А ну-ка, приложи-ка с Мадинкой юбки Вот так, я посмотрю Красиво А вот эта блузка классно смотрится, да? Да А рубашка? Мне просто рисунки не нравятся Не знаю я почему И рубашка классно смотрится Иди примей, только так делишь Да? Определишь Ладно Ладно, пойдем тогда Придется раздеваться Да иди, иди Неохота Ладно, давай, Мадин Мы сделали заказ Ждем Какие большие Мы не думали, что они будут такими, конечно Это просто жесть Огромная шаурма Как называется кинг? Королевский дуру Да Красиво Такого нет за линей Да, не говорит Кстати, вот этот вот куст Называется чай Фус Очень вкусный этот фус Чай Такой нежный А, вкус Фюсти Очень нежный такой Прям приятно пить его Нежный, правильно я сказала? Нет, не нежный Ну как Такой приятный Несладкий, не кислый Несладкий, не кислый Этот цвет Ты супер красотка А, снизу давай А то второй подбородок Снимешь себя тоже Ну-ка покажи Смотри, какие мы красотки Мы зашли в Ривгош Ты сказала, где мы находимся? Нет, не сказала Я сказала, что мы Только покупаем помады Мы в Ривгош Покупаем помады Вот она, эта красота Покажи номер, Мадин Какой-то номер 250 Кстати, очень классно Подходит, да? Посмотрите, какой цвет Это точно твой цвет А я вот ее беру Руки, когда мы выбираем Помаду или тени Посмотрите, что бывает Сколько она стоит? Она стоит 805 По скидке 764 Все Но она классно умножает И, кстати, на губах Видимо, хорошо держится Все, берем Какой здесь выбор хороший Красота Было бы побольше денег Кстати, вот эта тушь Вот эта шикарная Да? Да ты что? Я только эту беру Ну, тоже Мэйблин Вот Я вот этой только пользуюсь И это тоже классно Да? Это вообще супер Вот эта? Пробуй, да Да ты что? Я первый раз вижу такое Это новая какая-то тушь, что ли? Нет? Я не помню, но она очень классная Красивая Упаковка красивая у нее Хит продаж прям Мадин, а румяна какие можешь посоветовать? Так, румяна Не пользуюсь румянами У меня этот лицо Такое бледное Может, умой добавить Диор, да? Лучше румяна? Ай, попроще Если фирма Диор пока Пупа? Пупа, может, посмотрим Хотя он тоже не отстает Да? Это тоже, кстати, классно Ну, пудру я брала Мне пудра, правда, не очень так Люминей Люблю пудру Жалко, здесь нету А, кстати, мебельн пудра хорошая Ты не знаешь? Нет, я не пользовалась Да? Можешь попробовать? Я хочу с матовым эффектом А, это была у меня Была? Она классная Хорошая? Да? Легкая Матовый эффект? Нет? Чко ухозю А, вот мэд и плюс там хуниаданок Чко ухозю У тебя какой оттенок? Первый, второй Первый Первый Обычно первой я беру И недорогая она 722 рубля стоит Слушай, взять Мне пудра нужна сейчас на лето Сейчас позову девчонку Спрошу, наверное, сколько Нет, нет, вот цена Ты говоришь, цена? Понятно, я чтобы она номер тебе подобрала А, нет, у меня один А вот белый, нет? Я просто боюсь, что будет желтеть Надо тебе Вот светлые тены Или они темные Это одинаковые Класс А почему вроде бы А где смотрят? Нет, вот номерки 120 105 Это значит, что 120 Самая светлая получается, да? А, 100 Ну они классные Вот светлые А взади? 105 105 Самая светлая 105? Походу, да А ну-ка, покажи вот так Да, светлая она Ага, да, вот эта она Это желтеть будет А еще румяна тут есть Вот румяна Тебе нужно в розовом оттенке румяна 25 Давай, Ванна Вот эти классные будут Бери их Хотя они у меня будут лежать Я не буду пользоваться Да, думаешь? Может посветлее Я стесняюсь румянами пользоваться Почему-то Вот светлый розовый оттенок Легкий-легкий Да? А вот этот вот Смотри Самый светлый А, это темно Там он кажется светлее Это персиковый Это розовый Это темный Из этих двух выберешь Не буду я розовым Я щекастая Потом как матрена Нет? Нет Тогда вот эти перри У меня же лицо круглое Персиковое Потом покажешь, куда румяна надо Я это не делаю Поэтому мне надо У меня три есть книги Я еще два года назад покупала Как красиво делать макияж Правильно Я еще кистью растушевываю Все это Не, 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 не показываю Да Вот эти Все В ту сторону Ладно, чтобы у тебя здесь Такого кругляшка пятна не было У меня книжки есть Как красить макияж Надо посмотреть там тоже Короче А помаду берешь ты? Да Какой он был? 250 По-моему было Так, а нам нужна запечатка Мадель, думаешь, нужно мне румяна? Да, нужно Да? Да А, Мансор Все, мы едем уже Идем Ё, мы такси вызвали Подожди, 250 номер вытащили Такой большой магазин Ревгош Шикарный блеск Водина купила блеск для губ В Ревгош Посмотрите просто на блеск этого блеска Блеск этого блеска Просто посмотрите, какой си Они видят это? Да, да, пусти, какая красота Прикинь на губах, как красиво Я не смогла пройти мимо В скринте Да, красота И недорого Да 140 рублей Недорого По дороге увидели кафе Синабон, да, называется? Мадель говорит, что славится вот этими булочками Очень вкусные, говорит С корицей, с орешками, с карамелью Разные начинки Так, вот это вот с орешками, да? Да, с сырок, карамель Разные Слушай, и еще вот эти красоты покажи Ой, как красиво Такие милые, да? Ну сейчас будем пробовать Она говорит, что очень-очень вкусно Вот нам кладут За две булочки 140 рублей всего лишь отдали Недорого Такие прям сочные То, что я люблю помочь и крема И с собой Да И кушать булочки А есть куда сесть же, да, Матин? Да, вот она выглядит По мной Красота Не, я фотки не люблю Я так своя У меня этот Ютуб Говорящая голова Все А по весь рост Не особо люблю Фотаться Хотя раньше любила Мне надо худеть Я, короче, всех задолбалась Этим похудеть Синопонами мы с тобой сегодня Явно прогадали Да Сегодня Судя Калории Только так Да, не говори Пойдем Все, аль-хамду лилла Едем в аэропорт Сегодня летим в Стамбул Мы сейчас едем в клинику Нужно будет забрать тест на ковид Потому что до сих пор это требуется И оттуда уже в аэропорт Все Забрали результаты Негатив Аль-хамду лила Теперь едем в аэропорт К сожалению Все еще нужно сдавать Тест на ковид Приехали в аэропорт Здесь лечеть есть Ну все, мы в Стамбуле Приехали Вышли на улицу Посидели в Бурген Кинг Неподалеку от дома Все, идем домой отдыхать Сегодня целый день Аэропорт, самолет Дорога домой С аэропорта Уставшие, уставшие Голодные Поэтому пришли в Бургер Кинг Поесть Дома ничего нет Завтра нужно купить продукты Ну все Всем до следующего видео Пока-пока Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok